МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа о телекомпании Город. Время говорить о главных темах выпуска. Малый бизнес в загоне. Почему государство не помогает предпринимателям? Воздух как на курорте, а рязанской нефтеперерабатывающая. Компания опубликовала данные о воздухе вокруг предприятия. Выбери меня! Началась кампания по избранию депутатов в Рязанскую городскую думу. А теперь обо всем подробнее. Российский малый бизнес по-прежнему находится под налоговым прессом. Причем таким, который выдержать просто невозможно. Чему же федеральные власти, во-первых, обещая предпринимательную поддержку, фактически уничтожают их бизнес, а во-вторых, что называется, рубят сук, на котором сидит российская экономика. Сегодня в интервью нашей телекомпании знаменитый уже рязанец Иосиф Питунин, ставший символом отношений малого бизнеса и власти, обозначил некоторые острые углы, на которые ему пришлось наткнуться, ступая по тернистому пути мелкого предпринимательства. Напомним, Питунин тот самый человек с напольными весами, годами работавший на углу почтовой и взвесивший в свое время почти весь город, от мал до велика. Его вместе с весами задавили налогами напрочь, причем не оставив никакой надежды на возвращение в малое, но честное и нехитрое дело. Я знаю, что мне собирают деньги на то, чтобы я могу платить самоизносы. У меня есть знакомая женщина, которая работает в Москве финансовым аналитиком. Эта женщина тоже, значит, сидит в интернет, мы с ней хорошие знакомые, она мою судьбу отслеживает. И она узнала, что мне собирают деньги. Она не поленилась, мне позвонила и сказала, «Возьмой Георгиевич, ни в коем случае не регистрируйтесь». Я говорю, а это почему так? Деньги-то не мои, в принципе. Она сидела в том, что сейчас в правительстве поработает вопрос о том, чтобы не только снизить ставку этих самых платежей в пенсионный фонд и фонд страхования, но одновременно у вас порежут пенсии, у всех предпенсионеров и предпринимателей. Хотите потерять пенсию? Регистрируйтесь. Не хотите? Регистрируйтесь. Выбросовались. То есть это такие неподтвержденные данные из Москвы? Если эта женщина финансовый аналитик, я думаю, что данные достаточно серьезные. Ну так скажите, вот вы как мудрый человек, как человек, испытавший уже все на почве мелкого бизнеса, а как жить-то тогда? Вот почему говорят одно, что бизнес малой и средней надо поддерживать, на деле-то происходит совсем другое, я так понимаю? На деле-то происходит совсем другое. И видите, в чем дело? Нас давят не сию секунду, нас давят постоянно. Это на тему, можно доверять, так сказать, властям, или все-таки не нужно этого делать, целей будут и деньги, и здоровье, и настроение, и все. Я считаю, что это доверять властям не следует. Потому что в действиях или лишены всякой логики, или наоборот, слишком много логики, и целенаправленно уничтожается предпринимательство. Кстати, в сложном положении очутились и местные власти. С одной стороны, как говорится, с земли видней, что происходит. С другой, против закона уж никак не пойдешь. Но когда наверху подсчитали, что только за эту зиму, по данным налоговой статистики, в России с учета снялись 300 тысяч индивидуальных предприятий, а это около 15%, то и многие властимущие региональщики направили верховным начальникам петицию, дескать, надо что-то делать. В конце марта пришло вроде бы обнадеживающее известие. Владимир Путин заявил, что нужно опять посчитать и обсудить ставки страховых взносов. На встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, глава России сообщил, что дал поручение правительству еще раз вернуться к вопросу о размере страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и изучить данные по результатам их повышения с начала 2013 года, а затем пообещал снова посоветоваться с бизнес-сообществом. Пока все. Так что сядет ли вновь знаменитый и безработный рязанский вязовщик на угол Почтовой, а его сотни тысяч, если не миллионы коллег, вернутся ли вновь к делам, неизвестно. Во всяком случае, пока. Также без ответа остается вопрос, кому было нужно гнуть на излом малый бизнес России, ведь просчитать последствия такого реформирования можно было быстро и несложно. По всей видимости, главный расчет был на извечное русское долготерпение и трепетное отношение к любым властным указам. В принципе, доказываясь, что черные – это на самом деле белые, нам пытаются со всех сторон. Например, сегодня на официальном сайте Рязанской нефтеперерабатывающей компании появилась информация о том, что собственная экологическая лаборатория предприятия установила в 2012 году замеры атмосферного воздуха на территории санитарно-защитной зоны Южного промоузла в 99,53% случаев соответствовали нормативам предельно допустимых концентраций. Другими словами, от нас не пахло. Вот вам, как говорится, здрасте. Таким образом, остается лишь посоветовать нашим депутатам Гордумы, например, пустить солодчу под топор и застройку, а курортную зону организовать как раз в санзащитной нефтезаводской зоне. Оказывается, воздух-то здесь чистейший, даже целебный. А что же жители Песочни так сетуют на нехороший запашок по вечерам? Может, это какой-то у них коллективный пунктик? Может, им доктора Айбалия-то какого вызвать? Вот и сейчас у горожан, похоже, обострение. В начале, понимаете, они делают выбросы, когда знают, что никто не приедет и не проверит. Даже ночью, если закрыта у меня комната, потом в другую выхожу, вообще дышать нечем. Это ужасно. Особенно по ночам нельзя открыть форточки. Вот когда последний раз пахло? Да вчера даже пахло вечером. Где-то в часов полдесятого, вот так, в такое время. А ночью вообще запахнет. Взялки зеленые. На эту, за прошедшую неделю, три раза дышать вообще нечем. Это вообще идиоты какие-то. Хоть бы он сгорел, что ли, этот завод проклятый. И никто ничего не чухает. Ничего. Дышать нечем. Ну ладно, мне скоро подыхать. А такие? А не напомнить ли сотрудникам собственной экологической лаборатории РНПК, заодно его начальство, заявление губернатора Олега Говалева, сделанное на прошлом заседании регионального правительства? В этой ситуации я полностью поддерживаю жителей города. Каким бы крупным ни было предприятие, сколько бы она налогов в городскую казну, в областную казну не платила, вопросы экологической безопасности, они впереди всего этого должны стоять. Они стоят на первом месте. И защита окружающей среды должна обеспечиваться в первую очередь. Я прошу федеральные экологические службы, региональные экологические службы обратить самое пристальное внимание на соблюдение РНПК экологических норм по выбросам и жестко реагировать на нарушения. А по поводу публикации на сайте Рязанской нефтеперерабатывающей компании про 99,53% соответствия, есть такой комментарий одного из читателей информпортала РЗН.Инфо. Цитируем. Какая наглая ложь. Вот только на прошлой неделе вонь стоял неимоверный, почти в 6 раз превышена ПДК сероводорода. После шумихи в СМИ один день вздохнули с облегчением, позавчера снова был запах, вчера опять он же. 99,53% это процент, когда нас травят, и 0,47% когда норма. Конец цитаты. Это без комментариев. А вот в качестве комментариев премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что смертельный для уникальной местной эко-обстановки Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат будет закрыт, а всем сотрудникам будет предложена работа в туристско-рекреационной зоне, которую планируется создать в Байкальске. Вот вам, как говорится, и план, вот вам и руководство к действию. Теперь к другим темам. Как известно, Рязанская Гордума назначила дату выборов в городской парламент 8 сентября этого года. Выборную работу уже начали региональные отделения политических партий, в их числе рязанские либерал-демократы. Рязанское отделение Либеральной Демократической Партии России вовсю готовится к выборам депутатов Рязанской Городской Думы, которые состоятся 8 сентября 2013 года. Сейчас в предвыборном штабе ЛДПР проходит кропотливая и основательная работа по составлению программы партии. По словам рязанских либерал-демократов, в отличие от других политических партий, все предложения, заключенные в нынешней предвыборной программе, направлены на решение актуальных городских проблем. 19 и 20 июня во всех 20 избирательных округах города пройдут пикеты ЛДПР. На них простые горожане смогут ознакомиться с программой партии, а также оставить свое личное мнение о том, как сделать жизнь в Рязани лучше. Представители ЛДПР уверяют, что обязательно учтут пожелания каждого рязанца. Каждый может нести свою лепту в формирование народной программы ЛДПР. И каждый рязанец будет знать, что депутаты Рязанской Городской Думы будут работать не по собственному воображению, а исключительно по тем задачам, которые перед ними поставили жители города Рязани, по тем проблемам, которые волнуют их в первую очередь. Накануне выборов, по мнению членов рязанского отделения ЛДПР, необходимо понять, зачем вообще существует Городская Дума. В последнее время в сознании простых горожан депутаты превратились в коммерсантов, которые интересы своего бизнеса поставили выше интересов жителей Рязани. Но так не должно быть. Депутаты Городской Думы призваны решать реальные проблемы, определять перспективы развития Рязани и контролировать работу чиновников муниципалитета. Именно у ЛДПР есть готовая команда профессионалов, способная выполнить поставленные задачи. Я еще раз приглашаю всех рязанцев проявить активность и посетить наши пикеты в городе Рязани, на которой будет формироваться народная программа ЛДПР. Рязанские либерал-демократы приглашают всех горожан принять участие в решении насущных проблем. Места проведения будущих пикетов можно узнать на сайте ЛДПР Рязань. На сегодня все. Хорошего вам вечера и до встречи в среду. Как обычно в эфире программы «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова